Эти полки продолжили свое существование, но только потом, после переименования, они прошли. Я попрошу летчиков, которые служили, в 4-6-2 полку встать. Я не в этом полку, а вдруг... Молодцы. Ну, а мне повезло, он же был во 2-й эскадриле. Ну, мне повезло быть за политикой эскадриле. Так, и я хочу вручить музею, вот мы делали ветеранам 402-го полка. Значит, я хочу подарить набор виниловых пластинок для этого дела, но одна из них это Федор Иванович Шаляпин. И это сейчас, я понимаю. И, как я обещал, надо обновить авиационный зал. Я дарю вам специальный прибор. Это прибор, который измеряет вертикальную скорость напора и снижения. Я сейчас покажу просто, если давление падает или растет, как он работает. Ух ты! Рабочий, живой. 1402-й провод. Время военной. Время военной. Время военной. Время военной. Время военной. И вот представитель Севастополя. Ладно, сейчас я отвечу. Я начну по порядку. Ребята, у меня очень много информации. Я сначала, то, что надо, часть вам, часть передателям. К сожалению, я не успел до автоматизации приподелиться. Ребята, я сказал. А теперь те, кто в Севастополе у нас были, я расскажу небольшую историю. Значит, имя, значит, Лев-2-й полк конкретно в Севастополе, воздушные бои в Севастополе, вел с 5 по 12 мая 44 года в родине Севастополя. А до этого он, получается, с начала апреля до 12 мая освобождение Крыма со стороны Севастополя и оттуда все шел. Ну, чтобы он в Рыне с двух сторон, ну, сступали оттуда и оттуда. Так вот, что для меня примечательно, что именно с 5 по 12 он работал с аэродрома Кача, а мы с Качей, Гильбек и Кача, мы побратимы, так сказать. Мы со мной, так сказать, иерархи, кто бы я встроил, почему. Вот. И они вот эти вот дни летали, ну, скачили там, над нами и в воздухе воздушные бои были там. Так вот, по окончании боев 42-й полк был в составе 8-й воздушной армии, участвовал в боях. Так вот, воины 8-й воздушной армии в мае-июнь месяц 24-го года строили первый памятник авиатора. Там подробности написано, что я не буду его почитать, потому что внимание задерживает. Прошли годы и в 73-м году решили сделать более такой симпатичный плац, более надежный. Там было у нас бетон и германский камень, а здесь гранит и все сделано. Это уже сделали в 73-м году, ошибаюсь. Вот. Кроме того, в Севастополе 8-я воздушная армия уковесена еще на так называемый у нас мемориальный комплекс на Сапун-горе. Вот такой вот в списке, там целый мемориал только сделан. И вот там в второй линии стоит 8-я воздушная армия, принимала участие в возбуждении города Севастополя. Это вкратце. Это все для музея, потому что Бахчиманджи, судя там, потому что рассказывали, он участвовал в воздушных боях в Подмосковье. То есть в Москву, собственно, в Москву. А потом его опять отозвали в испытание, он ушел дальше из-под самолета, и он в большом воздушных боях не участвовал. Ну вот, полк, в котором он был, он участвовал в большом воздушных боях. Там судьба интересная полка, потом получил новое номинование, которое в Липецкой наборе, сейчас переменом он был. Ну и дальше, ребята, историческая работа, это специально я делал для своего полка, потому что мы обороняли Севастополь, обороняли Крым, и потом освобождали. И вот я в поисках материалов всегда, я откопал очень много архивных материалов, которые подтверждают, что история русской авиации начиналась с Севастополя. Ну, я говорю, Качино, Питер и Севастополь, это 970 году, так называемый аэродром, сейчас, и не, нет, не Качино, не Качино, 12-м году. В 10-м году у нас называется Поляково поле, прямо в центре аэродрома, ну, в центре города Севастополя есть Поляково поле, так называемое. И там первые сели самолеты, в 10-м году. Потом, в 12-м году посчитали, что летать некуда, мешает все, и их перевестили в Качино. А Качино создали тоже аэродром. Я секунду буквально, это очень-очень важно. Значит, археологическом важно, там они моменты есть интересные. И, короче, Качино, они согласны, три части разбилась. Это высшее белотажа и боевое применение, это Бильберг аэродром, сам Качино, это истребители и морская авиация, и поселок под Севастопольем, Железнодорожное, там аэродромчик был. Вот, там они, эти самые, ну, бомберы, далеки и так далее, и все. Так вот, да, так вот, Константин Константинович Арцирулов, такой летчик был, многие знают, это впервые человек, который выполнил штопор, сам ввел несколько раз и вывел из него. До этого никто это не делал. Прошутов не было, мог купиться и все. Мы бы больше ничего не узнали, помню как эту фамилию. Так вот, именно это мероприятие он провел, ну, там, по разным данным разумом, вот, 24 сентября или 20 октября этого года. В 1916 году на дробе Бильберг, Константин Константинович Арцирулов впервые поднялся, выполнен штопор, и с этого момента начали во всех школах преподавать методику вывода и штопор. Молодец. Доклад закончен. Теперь еще не все. Теперь мы уже капитану вручили нашу, это самое, нашу, 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 сказать, да. Он спрятал, видите, он боится, что мы отнимут, в принципе, он подальше, так. Поэтому мы нашему отчему другу, вот так вот. Верий Сергей. Верий Сергей, да, Верий Сергей. Пишите мне лично. Так. Ох, вот так. Подарок Сукраилья. Нет, это то место, которое было. Это самый свежий, скажем, может, проритет или нет. Он такой живой и такой, который страшный, который несет неприятности. Ну, это ракеты, это вам, да. Осколок из района, где идут боевые действия, это осколок. Элемент сбитой ракеты. Чтобы люди представляли, из чего она, ну, ваши посетители. Вот это сделано. Я, если буду знать, буду рассказывать. Это из Луганской народной республики. Так что, если вам пригодится, это просьба. Конечно, от памяти вашего. Спасибо. Спасибо за это. От этого лета. Здорово. Я еле в Польшу. 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 Я летающий Белкинский. Я еле в Польшу. 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 Продолжение следует...